Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. 26 мая Центробанк России ограничил действие лицензии компании Росгосстрах на осуществление страхования по ОСАГО. Такое решение регулятор принял в связи с неисполнением обществом в установленный срок предписаний Банка России. По данным Центробанка, Росгосстрах допустил массовые нарушения законодательства России по ОСАГО. В частности, не предоставлял автовладельцам законной скидки за безубыточность, необоснованно отказывал в заключении договора ОСАГО, навязывал дополнительные услуги. Центробанк отмечает, что ограничение действий лицензии страховщика означает запрет на заключение договоров ОСАГО и внесение изменений в действующие договоры, влекущие увеличение обязательств. Страховая организация обязана принимать заявление о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства по ранее заключенным договорам ОСАГО. Ну, достукался Росгосстрах. Собственно, о качестве работы этой компании наслышаны все, а многие даже на себе испытали. Банк России надеется, что внешние обстоятельства и инфляционные ожидания позволят продолжать снижать ключевую процентную ставку. Отмечается, что снижение ставки с начала 2015 года несколько улучшило условия кредитования. Возможно, что удастся и дальше снижать ставку и предприятия, столкнувшиеся с проблемами в кредитовании, не успеют разориться. Какая трогательная забота. Число российских туристов в Греции и, соответственно, количество средств, принесенных ими в казну, падает. Причем снижение очень серьезное. Доходы от российских туристов упали на 73,2% и составили всего 5 миллионов евро. В целом, доходы от туризма в Греции достигли 532 миллионов евро, увеличившись на 12,8%. Что интересно, снижение также характерно для туристов из еврозоны. Вот, а нечего было ноль на Евровидении ставить. Российский фондовый рынок открылся в зеленой зоне. Индекс ММВБ вырос до отметки 1653 пункта. Среди лидеров роста бумаги Солерса, АФК Система, Уралкалия, аптечной сети 36,6, ВТБ, Распадской, Русгидро и Интеррау. Лидеры падения – акции ТГК-1, ФСКЕС, Мегафона, Россетей, Мечила, Мостотреста и Полюс Золото. Торги на российском рынке стартовали на фоне негативного закрытия биржевых площадок в Европе и США. На азиатских площадках единой динамики не наблюдается. Курс доллара на 27 мая – 50 рублей 32 копейки. Курс евро – 54 рубля 84 копейки. Золото стоит 1931 рубль за грамм. Серебро стоит 27 рублей 16 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 64 доллара 22 цента за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.